Деноцификация идет по плану. Но есть одно но. В поисках нацистов деноцификаторы напали на собственный след. В ночь на 12 июля в Белгородской области российский оккупант расстрелял своих сослуживцев, после чего сбежал из части. Сбежал, как сообщают РосСМИ, конечно же, в сторону Украины. Известно, что нападавший – уроженец города Чебоксары. Мужчину ищут уже более 10 часов. По одной из версий, он мог пересечь границу и уйти на территорию Украины. Как видим, четырех месяцев, которые прошли с момента теракта в Крокусе, рост силовикам не хватило. И те самые окна у границ по-прежнему открытые. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Но как бы российские лицемеры не пытались сместить фокус внимания, от очередного расстрела сослуживцев в Росармии на деле никакого украинского следа и в помине нет. Убийцей оказался судимый 29-летний уроженец Чувашии Алексей Журавлев. Окупант убил двух и серьезно ранил одного захватчика. Причины расстрела типичны для российской армии. Унижение и оскорбление человеческого достоинства. Осенью 2019 года, столкнувшись с подобным, российский военнослужащий Рамиль Шамсуддинов устроил кровавую бойню в своей воинской части, поселке Горный Забайкальского края. Российский солдат-срочник Рамиль Шамсуддинов объяснил, почему убил восемь сослуживцев. Его показания опубликованы в телеграм-канале «База». Шамсуддинов говорит, что его собирались изнасиловать. Что интересно, на одном лишь мотиве расстрела схожесть истории Журавлева и Шамсуддинова не прекращается. И Алексей, и Рамиль, по словам их знакомых и родственников, мечтали о службе в российской армии. В тюменском селе Вагай, откуда родом Шамсуддинов, говорят, что молодой человек воспитывался в семье бывшего военного и всегда мечтал пойти в армию. За неделю до трагедии он просил отца отправить ему документы для оформления службы по контракту. Но знакомство с реальностью закончилось фатально. Мечта оказалась иллюзией. Вместо бравой армии сборище захватчиков, которые в перерыве между нанесением ракетных ударов по детским больницам... Морально и физически истязаются друг на друга. В армии, где место чести с достоинством, заняла дедовщина с насилием. Иного исхода и не могло быть. Алексей Журавлев далеко не первый и, очевидно, не последний паук в этой российской банке под названием «Армия». Переходим, слушаю не последнее слово, что следует, пожалуйста, на утро последнее слово. В обстановке, в которой я оказался, перевело меня до этой ситуации. Из-за чего произошла эта трагедия. Я этого не хотел. Мне сам не хотел, как это произошло.